Городская управа Кохт-Лоярвы обращается к автовладельцам в Ахтминской части города, живущих в домах вдоль Ахтминского шоссе, с просьбой следить за временными знаками и выбирать более корректное место для парковки, так как это мешает коммунальным службам убирать снег. Также это зимой осложняет ситуацию спор или недоговоренность с частным предпринимателем, землю которого коммунальные службы временно использовали для отвала снега. На данный момент городская управа ведет переговоры с предпринимателем, а также ищет альтернативные варианты решения проблемы. Сегодня сложилась сложная ситуация в Ахтминской части города. На Ахтминском шоссе дома, которые стоят вдоль дороги, парковали свои машины, и, к сожалению, это препятствовало очистке снега. Но вопрос решался таким образом, что снежный вал делался на территории частного предпринимателя. Частный предприниматель сегодня предъявил к нам претензию и сказал, что он не согласен, чтобы этот вал делали на его территории. И сложилась такая ситуация, что нам необходимо поставить знаки, запрещающий парковать машины на противоположной стороне для того, чтобы там делать снежный отвал, а впоследствии вывозить этот снег. Снег, конечно, будет вывозиться, фирма обязана это делать, обслуживающая. Но понятно, что когда идет снегопад, то одновременно это не получается, это просто нереально. Есть недовольство жителей. Я, конечно, понимаю людей, которые могли парковаться свободно, а сегодня у них нет такой возможности, но у городского управления тоже нет возможности сегодня складировать снег на чужую территорию, потому что это может быть только согласие собственника. Если раньше с собственником мы договаривались, и он давал на это согласие, то сейчас он не хочет этого делать. Эта история имеет длинную-длинную-длинную историю, поскольку вот этот предприниматель когда-то хотел инициировать детальную планировку для того, чтобы сделать на своей территории платные парковки. Когда эта детальная планировка обсуждалась, получила публичное обсуждение, то жители этих домов были все категорически против, поскольку никто не желал платить за парковку, и эта детальная планировка не была принята. Сегодня наступает такой момент, когда парковочных мест нет, ни платных, ни бесплатных, и ситуацию надо каким-то образом рассматривать и разруливать. Сегодня мы будем искать какие-то решения и, может быть, все-таки идти на компромисс с собственником этой земли. Могу напомнить, что эта земля была государственная, принадлежала она на железной дороге и была продана на аукционе в начале 90-х годов честному предпринимателю. Конечно, это было не очень правильное решение, потому что на этой земле, кроме того, что она препятствует развитию инфраструктуры, на этой земле еще есть ливневая канализация городская и уличное освещение. Поэтому такое решение было неразумно, но, к сожалению, то, что делалось в начале 90-х годов при приватизации мы сегодня не можем поменять так легко. И я думаю, что мы этот вопрос решим, и жителям надо просто набраться терпения немножко. Я надеюсь, что зима тоже скоро кончится, и вопрос будет все-таки решен до окончания зимы. Уважаемые жители города Кохтлоярвы, давайте будем взаимовежливыми и следить за последними новостями на городском сайте.